Да, пожалуйста. Можно мне некое дополнение только издать? Да, пожалуйста. Можно зашествовать. И вообще вот такая интересная задача, она возникла. Я Андрей Васильевич от ее УС это слышал в свое время, когда НГУ с ним там работал. Вот единственная задача третья, элитическая часть. Давайте возьмем уравнение третьими. Задача третьими, я напоминаю, условие задается вот здесь и на кривой гамма. На кривой гамма и на одной из характеристик, скажем, отсюда, как сам в классе третьими задавался. Теперь Андрей Васильевич вот в своих семинарах ставил задачу. Ну, вот одна характеристика принимает участие, вот эта характеристика как бы не занята, не принимает участие. Свободно от граничных данных. Он говорит, то есть не равна праве характеристик. Либо задачу можно решать, задавая вот здесь, либо тогда сопряженная задача задаешь вот здесь, решается. А теперь он говорит, предложите задачу, чтобы оба характеристика принимали участие. Вот тогда она появилась, вот как он уже говорил. Вот это есть некое обобщение задачи третьими, когда вот тогда было, вот без дробных производных, там только было значение функции задается вот здесь, вот здесь некая комбинация. Вот эта задача называлась задача со смещением. Вот для какой цели, без никаких физических приложений там нет. Только показать, что в этой задаче третьими оба характеристика принимают участие. Вот откуда появилась эта история, откуда. Что бы оба характеристика принимают участие. Какой цели, значит, не локальность, понимаете? Вот это здесь не локальность. А внутреннюю область? Точки. На значении же, видите, точках, вот. Не каждая точка не задана, а связь задана. Вот это здесь не локальность, да. Возвращение значения не заданы. Да, да, значение функции это точки ТТТ, и ТТТ1 связано одним равенством. Это и есть не локальные условия. А локальные это означает, что каждой точке заданы значения.